МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, пожалуйста, как вам вообще пришла идея написать книгу? Александр Иванович Шевченко, автор книги. Идея пришла, в общем-то, не мне, а пришла жене и друзьям Шадрина. И они там искали автора, потому что это дело, в общем-то, непростое. И вот таким образом вышли на меня, потому что я работал 17 лет на фосфорите, и Шадрин меня принимал на работу корреспондентом газеты Кингисепский, химик. Ну, я там работал довольно много. Короче, когда я иду по улице, то с каждым четвертым, третьим, третьим я здороваюсь, потому что это знакомые люди. До этого я написал шесть книг, и уже к тому времени являлся членом все записатели России, ну, то есть, и всю жизнь практически писал. Это моя профессия и мое образование. Мое образование. Вот. И трудность была в другом. Трудность была в том, что надо было очень срочно, в течение двух-трех месяцев, сделать эту книгу. Она большой объем имеет, примерно 8-9 авторских листов. И вот это вот, то есть, надо было сосредоточиться, встать на стахановскую вахту. И я в течение трех месяцев не имел ни выходных, ну, как говорится, ни проходных, и не мог себе ничего позволить. Я вставал и знал, что у меня норма, что мне нужно сделать две странички, две странички, 12-м кеглем, две странички ввод. Это, если кто не писал, то не представляет, насколько это большое. Это вот как, это на пределе сил практически. Но, тем не менее, вот, почему такая срочность была? Потому что именно вот предполагалось, что к тому времени, как будет закончена книга, будет вот это мероприятие, торжественное присвоение имени Шадрина пионерскому лагерю и открытие мемориальной доски на административном здании лагеря. Вот, ну, в этом достаточно красивом месте. Вот, таким образом, говорится, вся предыстория написана. Ну, а скажите, насколько сложно было собирать материалы? В том-то и дело, что, почему Ольга Николаевна обратилась ко мне. Мне не надо было практически, ну, на 80% я как раз именно работал вот в это время, когда Юрий Антонович был директором. Ну, и какие-то я сделал несколько интервью, они там представлены в книге, как «Прямая речь». И она выделена, «Прямая речь» выделена курсивом. Вот, воспоминания Наташи, директора, ну, Юрия Антоновича, дочери. И, ну, я потом, последние годы, вот, я был очень хорошо дружен с Костей, с его сыном. И, таким образом, вот, материалы были. И, поскольку я журналист, то в течение жизни мне несколько раз приходилось интервьюировать Юрия Антоновича. Четыре часа я у него брал интервью, очень обстоятельное. Я создавал, это к 70-летию его дни рождения, я с удивлением узнал, что он начинал жизнь коллектором в георазведочной партии. Просто георазведочное дело – это мое первое образование. Я знал, что такое коллектор. На коллектора брали только очень опытных техников. И, а он был к тому времени просто восьмиклассник. Но люди посмотрели, что у него отличные оценки, то есть у него хороший ум, что он аккуратен, что он любит эту системность в работе. И поставили коллектором. Он четыре полевых сезона отработал коллектором. Когда только начал писать книгу, я вдруг узнал, что у него есть удостоверение и знак мастера спорта по гребле. Я знал, что он такой хороший спортсмен, очень выносливый человек, что охота – это увлечение, рыбная ловля. А что он даже мастер спорта? Вот этого не знал. Это психологически – это как раз такой тип человека, который нужен для производства. он назначает, он посмотрел, как вы работаете, назначает вас на какую-то ответственную должность. И работаете, он вам дает свободу. Но он требует, что такому-то числу, вот такой объем, вот столько-то тонн удобрений. И если это не обеспечится, он вас наказывает, но разбирается, что какие, в общем-то, вы виноваты, то есть вы где-то недосмотрели, или вы ленились лишний раз проверить. И у него такая была метода, что он что-то дал, какое-то задание. И пока там вот этот срок, который вы выполните задание, он еще трижды приходил и интересовался. Думаю, что как, что у вас тут. Он предусмотрительный, хороший такой, спокойный, очень-очень важный. Мало таких, в общем-то. Он никогда не так вот разносил, как это, ну вот, как, скажем, в армии это принято, так матерно агитировали за, ну, какие-то выполнения служебных обязанностей. А вот он спокойный, но он всегда все помнит. Лучше почитать, когда Юрий Антонович вышел на пенсию, он не сидел на месте, он проехал на квадроцикле по Сахаре. По этой же Сахаре проехал на верблюдах, катался на гидроциклах по Средиземному морю, на лыжах горных. То есть делал активную... Да, то есть очень активный образ жизни. Я обращу внимание наших земляков, что он дважды совершил, как бы сказать, кругосветку. Вот от своего дома, вот здесь он дом его, и он сначала по часовой стрелке обошел Кургольский полуостров. Это же ведь заказник, это закрытая зона. А потом против часовой стрелки. Ну, то есть, вот, активный человек как на работе, так и на пенсии. Добрый день, уважаемые гости! Сегодня мы собрались на торжественное событие открытие мемориальной доски в честь замечательного человека, почетного гражданина города Кингисеппа и Кингисеппского района, основателя детского лагеря «Рассонь» Юрия Антоновича Шадрина. Юрий Антонович успешно совмещал заботу о производстве с заботами о людях. В 1988 году, вот в этом замечательном месте, распахнул свои ворота наш лагерь. Сегодня этот центр «Рассонь». Ребята, для меня очень такой сегодня почетный, торжественный день, потому что Юрий Антонович, он действительно великий человек, и мы как-то в современное время забываем хорошие советские традиции, когда для людей, которые сделали огромный вклад в развитие отдельного предприятия, города, района, области, страны, отдавая данные уважения, открывали мемориальные почетные доски. Потому что действительно очень важно, чтобы память о людях, которые создавали современный Кенгисепский район, была жива. И не только у тех, кто непосредственно с Юрием Антоновичем общался, а чтобы об этом знали и дети, и внуки, и следующее поколение детей, которые здесь будут отдыхать, и следующее поколение родителей, которые будут привозить сюда детей на отдых, должны об этом знать. И в то время было принято решение о том, что не только нужно развивать производство, но нужно строить жилье. И были построены два микрорайона в городе Кенгисеппе, детские сады, школы. И самое главное, еще было принципиально принято решение о том, чтобы построить здесь, в уникальном месте, это действительно уникальное природное место, построить детский оздоровительный лагерь. О нем живет, память в том числе живет в этих елях, в этих соснах, в этих зданиях, которые были построены благодаря ему. И я еще раз говорю, что пройдут десятилетия, а память она останется. У нас Ольга Николаевна, супруга Юрия Антоновича, и мы ей предоставляем слово. Для Ленинградской области внес огромный вклад в развитие нашей страны. Большое спасибо за увековечивание памяти Юрия Антоновича, Дрозденко Александру Юрьевичу, Гешили Виктору Эвальдовичу, Вардовских Владимировичу, Дмитрию Владимировичу, Викторову Владимиру Николаевичу, Шемилиной Людмиле Николаевне, Шевченко Александру Ивановичу, извините. Спасибо вам, Великое, за то, что не забыли, за то, что помните, за то, что мы все понимаем, что этот человек великий. Здесь же много говорилось уже о том, что он сделал для города и фосфорита. Я просто напомню еще раз, что Юрий Антонович пришел на фосфорит в 1975 году в период очень тяжелый для предприятия, в период перелома, когда фосфорит переходил из горно-обогатительного комплекса в химический комплекс. Колоссальные были проблемы, связанные и с кадрами, и с технологией, и с развитием производства. И вот именно благодаря настойчивости, умению, умению работать с людьми, буквально за 3-4 года фосфорит поднялся на ноги, возродился, и в 1981 году мы уже получили и Орден Трудового Красного Знамени. Пионерский лагерь, это не просто как бы он с луны свалился, это детище с самого начала, от идеи до реализации, до последнего, так сказать, колышка, это детище Юрия Антоновича. Здесь созданы все необходимые условия, для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков. Сегодняшнего дня наше учреждение с гордостью будет носить его имя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok